Среди моего окружения есть много людей, которые опасаются ездить куда-то за границу, обосновывая это следующей фразой «Ещё ограбят и убьют, никто не найдёт». И моих доводов о том, что везде работает милиция и иностранцы находятся под надёжной охраной, а уж раз то на то пошло, то ограбить и убить могут и здесь, на родине, даже не хотят слушать. «У нас всё не так», — отвечают они, «но как говорила одна немолодая женщина, придурков хватает и у нас». «Я с ней полностью согласна, ведь действия человека не зависят от его проживания и цвета кожи». Сегодня история пойдёт о девушке из Америки, которая мечтала о жизни в России, приехала сюда и встретила свою смерть. Кэтрин Сироу родилась в Новом Орлеане, штат Луизиана. Закончив школу, девушка пошла служить в Корпус морской пехоты армии США, где отслужила 5 лет, с 2006 по 2011 год. Кроме того, Кэт принимала участие в боевых действиях в Афганистане. После службы в 24 года она поступила в Калифорнийский университет в Дэвисе, где обучалась на интерьерного дизайнера по освещению, а также изучала историю искусств. Там же она закончила бакалавриат и магистратуру. Несмотря на то, что родилась и выросла девушка в Америке, она испытывала любовь к России с детства. Кэтрин делилась со знакомыми, что примерно с 15 лет на улицах Калифорнии русские туристы окликали ее, принимая за соотечественницу и за схожих внешних черт. Девушка отмечала доброжелательность и приветливость русских и говорила, что ей нравятся и сами люди, и их язык. К своим 30 годам девушка твердо решила, что хочет сменить специальность и стать в будущем адвокатом. Поэтому, когда она сообщила родителям о своем намерении посетить Россию и поступить там в университет, неожиданностью это ни для кого не оказалось. В 2020 году Кэтрин Сироу поступила на юридический факультет в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Почему именно сюда? Девушка точно ответить не могла, но всегда говорила, что приехала в Нижний Новгород по зову души. В Нижнем Новгороде Кейт сначала жила в так называемой принимающей семье, то есть у людей, которые берут на себя роль семейного окружения для иностранных школьников или студентов на период их пребывания в стране. Позже девушка сняла себе отдельную квартиру в городе Бор. Ее привлекла относительно небольшая стоимость и отсутствие соседей. Друзья и преподаватели Кэтрин характеризуют ее как добросовестного, дружелюбного, жизнерадостного и неконфликтного человека. За время проживания в России девушка успела обзавестись множеством знакомых и друзей, а также отношениями с неким молодым человеком по имени Иван. К сожалению, молодые люди разошлись, однако это не мешало им поддерживать дружескую связь друг с другом. У Кейт были большие планы и мечты на будущее, и все они, так или иначе, были связаны с Россией. Настолько сильно она прикипела за эти годы к стране, что все чаще и чаще делилась с друзьями о возможном переезде сюда навсегда. Девушка писала картины и хотела сделать их выставку, участвовала в различных мероприятиях. Помимо учебы она преподавала английский язык в одной из частных школ Нижнего Новгорода. В перспективе Кэтрин собиралась развивать Инстаграм и зарегистрироваться как самозанятая, чтобы заниматься репетиторством. 17 июня у нее было запланировано два урока. Ученики ждали Кейт на занятиях, но девушка так и не появилась. С момента исчезновения к тому времени прошло уже два дня. Кэтрин Сиро пропала вечером 15 июня 2021 года. Об этом свидетельствовал и ее последний визит в социальной сети ВКонтакте, которую девушка посещала накануне в 18.20, после чего на связь больше не выходила. В этот же день девушка отправляет своей матери, находящейся в Калифорнии, странное сообщение. «Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, что я не похищена». Из-за разницы во времени она получает его лишь утром. Обеспокоенная тем, что дочь не выходит на связь, мать Кэтрин попыталась связаться с одним из ее одногруппников. Она слезно просила молодого человека попытаться выяснить, что случилось с ее дочерью, так как предчувствовала неладное. Однако отыскать своими силами девушку парень не смог. 16 июня женщина связалась с руководством университета, в котором Кэтрин обучалась, объяснив всю ситуацию. И лишь тогда информация о пропаже иностранной студентки была передана в правоохранительные органы. Для поиска Кэтрин Сиро была развернута широкомасштабная операция. Биллинг ее телефона показал возможное местонахождение девушки. Это была значительная по размерам территория Борского района, в поселке Линда-Пустынь, где, собственно, и оборвался сигнал. На предполагаемое место пропажи девушки съехалась не только милиция, но и множество неравнодушных людей, среди которых волонтеры, друзья и знакомые Кэт. Не теряя ни минуты, были тщательно осмотрены дачные домики, заброшенные здания, лес. Кроме того, был произведен допрос местных жителей, просмотрены всевозможные камеры видеонаблюдения, а также расклеены листовки на каждой улице. Всего группой силовиков и добровольцев было осмотрено более 10 километров местности, однако никаких следов пропавшей девушки найдено не было. Все это время родные и близкие к Кэтрин не теряли надежду. Они верили, что она непременно найдется, тем более учитывая то, что такое с ней случается уже не в первый раз. Прошлым летом девушка также пропадала на целых пять суток, не выходя на связь с родными. Как оказалось позже, все это время она была в Санкт-Петербурге в гостях у друзей, поэтому родители надеялись, что и в этот раз девушка поехала куда-нибудь погостить, а предупредить, как и тогда, забыла. Но сердце матери подсказывало, что с ее девочкой что-то случилось, что-то плохое и недоброе. По факту исчезновения Кэтрин было возбуждено уголовное дело и назначен комплекс мероприятий с целью установки обстоятельств произошедшего. В квартире по улице Горького в городе Бор, где Кейт проживала вот уже несколько лет, прошел обыск. Сотрудники милиции пытались найти хоть что-то, хоть какую-то незначительную зацепку, которая бы помогла им в раскрытии этого дела. Но все было тщетно. Последний раз телефон был включен в деревню Рикшино, по нашей информации, рядом с железнодорожной станцией. Начиная от этой точки, мы осматривали все садовые товарищества, пытались провести опрос. На данный момент, к сожалению, какой-то новой информации в поисках нет. Дверь квартиры была закрыта на ключ. Значит, Кэтрин не похищали. Она самостоятельно закрыла ее и ушла. Хозяйка квартиры, у которой девушка снимала жилье, а также ее соседи, в один голос сказали, что та была очень тихой и спокойной, и в гости никого не приводила. Из квартиры для дальнейшей экспертизы были изъяты личные вещи Кэтрин. Ноутбук, системный блок, жесткий диск, телефон. В рамках следствия были допрошены друзья и знакомые девушки, а также новгородский военнослужащий Иван, с которым она не так давно рассталась, но продолжала общаться. Ничего подозрительного обнаружено не было. На второй день поисков следователи обратились за помощью к нижегородцам. Всех жителей области на машинах, и в жилищах которых были установлены регистраторы или камеры видеонаблюдения, просили внимательно просмотреть записи, сделанные в промежуток времени с 18.00 и до 20.00, 15 июня. И при обнаружении чего-то, что могло бы помочь следствию, немедленно обратиться в правоохранительные органы. Благодаря этому удалось выяснить, что буквально за полтора часа до своего исчезновения Кэтрин посещала местный супермаркет. Судя по информации, запечатленной на камере, девушка зашла в магазин в 14 часов 4 минуты и пробыла там не менее 10 минут. Она выглядела как обычно, темной лосиной с футболкой и хвост на голове. В ее поведении также не было ничего подозрительного. Далее было установлено, что примерно в 18.30 девушка вышла из дома, в котором проживала, и села в легковой автомобиль, за рулем которого был некий мужчина. По записям с камер удалось отыскать нужную машину, но, к сожалению, лица водителя видно не было. Судя по видеозаписи, Кэтрин весьма спокойна. Она смотрит в окно и о чем-то думает. Как выяснилось позже, именно в этот промежуток времени с телефона девушки и было отправлено сообщение ее матери в Калифорнию. Следователи приложили все силы, чтобы установить личность неизвестного. И довольно скоро удалось выяснить, что им оказалось неоднократно судимой за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 43-летний Алексей Попов. На записях с камер видеонаблюдения, установленных на дорогах, видно, как вначале мужчина едет с Кэтрин в направлении деревни Рекшино, а уже через какое-то время возвращается обратно без нее. Попов был незамедлительно задержан. А уже в районе 8 часов утра, 19 июня, чаты волонтеров, которые занимались все это время поисками Кэтрин, облетело сообщение о том, что девушка найдена мертвой. Попов отпираться не стал и сразу же начал активно сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Он признался в убийстве и показал оперативникам, куда спрятал тело. Все это время девушка находилась в поле, совсем недалеко от того места, где ее искали буквально несколько дней назад. На ее теле было насчитано три ножевых ранения, а также были обнаружены следы изнасилования. Следователями сразу же была выдвинута версия случившегося. Они предположили, что, скорее всего, в тот день, 15 июня, Кэтрин стояла на остановке в ожидании автобуса. К ней подъехал Попов и предложил подвезти, на что девушка согласилась. Криминальное прошлое подозреваемого дало о себе знать, и он отвез девушку за город, где надругался над ней. Учитывая, что та была не из робкого десятка, она стала угрожать Попову, что заявит в милицию. Не желая возвращаться в тюрьму, он и решил с ней расправиться. У знакомых Кэтрин была своя версия на этот счет. Они отмечали, что в последнее время она активно знакомилась на соответствующих сайтах и очень хотела наладить свою личную жизнь. С этой целью девушка в недавнем времени даже перенесла операцию по увеличению груди. Скорее всего, за несколько дней до трагедии она познакомилась на просторах интернета с Поповым и договорилась с ним о встрече. Однако тот не был готов к отношениям и знакомился лишь для случайного секса без обязательств. После изнасилования Кэтрин заявила, что обратится в милицию, за что и поплатилась жизнью. Так или иначе, у самого подозреваемого есть своя версия насчет случившегося. Она меня била, вот я защищался. Вот так получилось. А то, что обвиняет меня, это вообще все шляпы. Обвинение в изнасиловании признаете? Нет, его не было. Просто не было. Ни разгоя, ни этого изнасилования, как мне предъявляет. Это, можно сказать, полностью вина первого следователя, который меня бил в дело. То есть они приехали, шашкой помахали, навесили мне всего. То есть все обстоятельства, которые я излагал. То есть они это не учитывали, а все переделывали. То есть у меня угроза была моей жене и мне лично. То есть оказывалось, давление на меня. Родственники Кэтрин, находившиеся все это время в Штатах и не терявшие до последнего надежду, были убиты горем, узнав, что произошло. Все, о чем только они могли в тот момент думать, так это как доставить тело Кэтрин на родину, чтобы достойно предать ее земле. В итоге тело было решено кремировать. Прощание с Кэтрин Сироу прошло в Нижегородском крематории. После церемонии урну с прахом отправили в Новый Орлеан, где захоронили в семейной могиле вместе с бабушкой девушки. Суд признал попова Алексея виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 24 года. С ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. С отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Подозреваемый с решением суда не согласен и свою вину по статье изнасилования так и не признал. Родители Кэтрин очень хотели поехать на оглашение приговора убийцы их дочери в Нижний Новгород. Но учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией на тот момент и с закрытыми границами сделать этого не смогли. К сожалению, жизнь Кэтрин оборвалась в самом ее рассвете. Девушку не вернуть. Но ее история это поучительный урок для всех девушек и женщин. Не садитесь в машину к незнакомому человеку. Ведь порой за маской добропорядочного гражданина скрывается настоящее чудовище, для которого жизнь человека не стоит и ломаного гроша.